Привет, моя хорошая! Хочу показать, вот смотрю сейчас погоду у себя здесь. Это ж кошмар! Вы посмотрите, всё синее, да, на карте. Всё синее, дождь идёт, идёт и не переставая. И вот в ближайшие два часа ещё дождь не прекратится. Кошмар! Сегодня я никуда даже не выходила, нос не высанешь. Хоть он не очень, как говорится, сильный, но всё равно сыпет и сыпет и сыпет бесперестанно. Я еле-еле своих животных покормила. Вот так вот. Очень удобно, Яндекс.Погода. Вот прямо здесь с картой каждые 20 минут. Ну да, 10, каждые 10 минут меняется погода. Смотришь, когда прекратится. Ну пока даже близко нету. Вот такие дела. Хотела сегодня на этом, на улице, думала, пикничок устроить небольшой, блин. Но дождик не перестаёт. И сыпет, и сыпет, то сильней, то не сильней. Хотела крылышки пожарить. И вот сейчас смотрю, эти крылышки перебираю, да? А в них вот перья, посмотрите, что. Вот. Кошмар! Я не знаю, как так можно. Столько перьев, блин, никогда я столько не видела. Думаю, сейчас замочить вот надо. Не встречала давно такого. Как будто их вообще не щипали. Вот так вот. Хочу сейчас, что ж получается, в духовке хотя бы сготовить, что ли, их. Напишите, какая у вас погода, а? У кого солнышко, у кого снег, наверное. Смотрю, он 8-го числа, Катя показывает, у них там снег шёл. Я говорю, тоже, говорю, хорошо, чё ж, весна не хочет, наверное, зима расставаться. Вот и блин, а. Думаю, сейчас помою всё. Сделаю, ну вот работа только больше. Сейчас взял, возьму вот приправу для шашлыка и думаю, наверное, и так сделать. Ну, что делать уже. Хотя есть другие приправы. Ну, вот тут надо, думаю, поиспользовать открытой пачкой. Ой, так помечтала, помечтала. Думаю, всё приготовила. Думаю, я это на улице сделаю. Будет красиво, на природе, приятно. Ну, вот, дождик нам мешает. Вот, то уже у меня и петуня начала цвести. Потом покажу. Хотела немножко поснимать, но дождь идёт, никак ничего не поснимаешь. Так, ну, я думаю, достаточно, наверное, будет. Ой. Надеюсь, будет вкусно. Так, сейчас вот так. Начала резать картошку. Сюда немножко смазала. Сделаю просто всё, чтобы пообедать. И вкусно. Кто не подписан, подписывайтесь. Пока у меня бесплатная подписка. А то я скоро сделаю платную. И никто не зайдёт, не посмотрит мои видео. Вот так. Ставьте лайки. Пока бесплатно. Подписывайтесь до августа месяца. Можете бесплатно. А с августа я сделаю платную подписку. Так я решила. И так оно будет. Сделаем сейчас вкусняшку. Себе праздничную. Вот. Пообедаем. Насытимся. Купила этот лук. Вот весь вот такой, видите, как обрезаю его. Начал гнить. Лук свежий, между прочим, этого года. Видимо, заливают, наверное, его водой. И он это начинает гнить. Толком, наверное, ещё даже не просох. Не просохшил молодой лучок. И вот уже не первая. Так я штучки 4 или 5 брала. И вот они все луковички потихоньку начинают сверху подгнивать. Видимо, заливают водой, скорее всего. Чтобы быстрее, наверное, выросли. Как они его там ещё делают с ним. Что-то я сегодня мало так картошки. Да, вот мало. На пирог тут разделала всю картошку. У меня мало осталось. Ну, ещё на суп оставила. Думаю, хватит на подушечку на эту. Экономлю всё на всём. Экономлю. Так. Ну, вот так вот. Ой, а посолить надо картошку? Так, что ли? Как сороконожку мы её сейчас разложим. Сороконожка ты наша, а? Так. Как? Так. Ой. Умрёшь. Сороконожка. Иди сюда. Катька повадилась. Я её как-то раз, это... Так-то не пойму, как. Это покормила её. Форточку лезет в окошко. Теперь она, блин, каждый раз подходит к окну, видит меня и просит. Зараза такая, говорю. Ну, вот сама себе же нашла приключений. Ага, вот так вот. Восемь, девять, да? Ну, и девятую, наверное, так положим посерединке. Ну, а куда ещё её, да? Вот так вот. Красиво же, правда? Красиво. И вкусненько. А то я что-то уже есть хочу. Так, прованские травы ещё немножечко посыплю. Чуть-чуть сверху так капельку. Мне нравится запах у них такой хороший. Я вот всё говорю, блин, говорю, как корабль назовёшь, не зря же так сказали, так он и поплывёт. Как тебя назвали по имени, так оно, как говорится, и будет в жизни тоже. Не зря же имена даёт людям, да? Какое имя дали человеку, так оно и преднаречено, и предначертано его судьбой будет. Судьба такая у человека будет. Так. Ну что, я закрываю фольгой. А как правильно, вот так вот? Или блестящей стороной вверх, как вы думаете, а? Я всегда вот, когда делаю это, я загадываю, думаю, ну как правильно, вернее будет, так сделать? Или наоборот, вот так вот? Напишите, пожалуйста, мне что-то. Мне интересно просто. Вот всегда меня этот вопрос мучает. Я сегодня так, наоборот, сделаю. Не знаю, как это будет, правильно или неправильно. Ну вот я всё время блестючкой вверх делала. А сегодня я сделаю наоборот, вниз. А вы мне же подскажите. Может я неправильно делаю, может наоборот. Я правильным. Я вот и начала про имена, да? Вот меня всегда читала. Я это тоже там где-то в интернете. Книжка где-то в этих читала. Про имена, что они обозначают. Я внучке имя тоже подбирала через интернет. Мне было интересно. Ну, назвали они так, мои дети. Согласились со мной. Вот меня назвали любовь. Ну что, у меня вот привычка любить всё везде и вокруг, и всё всех. А обратной любви почему-то мало. Почему-то мало. В общем, вот так вот. Всё ставлю в духовку. Вот, всё у меня готово. Забыла положить морковку сюда. Ну, вот такая вот. Когда уже всё закрыла, поставила, ну, уже было поздно. Вспомнила. И перед тем, как это самое я... Ну, там уже гореть начала, даже картошечка. Сняла вот эту крышку. Думала, корочка румяней будет. Нет, не получилась корочка румяней. Ну, ничего. Оно всё равно немножко как бы закалилось так. Нормально. Всем приятного аппетита. И я тоже буду обедать. Время обед. Уже час. Всё сделал. А дождик так и не перестаёт лить. Вчера лил. И сегодня. Ещё и на завтра. И бесконечно. Вот так, мои хорошие. Вот так вот. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok